всем привет сегодня у нас появилось немножко времени и мы потратим его на такую вот небольшую покатушку то есть это новая такие модели это именно новые экземпляры надо сказать мотоциклов которые взяты со склада для проверки да и мы проедем такой небольшой маршрут от одной местной достопримечательности до другой собственно то что мы видим это три единицы это механик стандартной комплектации то есть механик один с горизонтальным двигателем до 140 кубических сантиметров собственно 2 2 мотоцикл это скау сафари 3 в простой достаточно комплектации то есть у него есть только фара по сути дела с ручным стартером до одноместный и третий экземпляр это самая продаваемая собственно самая бюджетная модель наверное из семейства скаут 3 the scout 3 125 но сегодня вот мы прокатимся по такому небольшому маршруту 10 километров в одну сторону и обратно не посмотрим собственно как эти единицы но как эти модели да надо сказать ведут себя на дороге но и в процессе будем меняться да поскольку настроя и в конце обменяемся какими-то впечатлениями от поездки на этих мотоциклах а вот сейчас мы проехали примерно 4 километра из первых 10 но и остановились чтобы проверить в принципе сами мотоцикла дело в том что в прошлый раз у нас тоже была небольшая покатушка и закончилась она но не очень удачно да то есть нам пришлось вернуться потому что ключей у нас собой не было через там километров пять пути мы заметили что новые мотоциклы которые были собраны сборщиками только что в некоторых местах раскрутились болтовые соединения то есть их сборщики не проверили например вот эти болты заднего суппорта тормозного или например на скауте сафари есть торцевой болт крепления торцевой болт крепления ведущей звезды который находится здесь вот за кожухом эти болты раскрутились поэтому прошлый раз мы так и не смогли продолжить движение на самом деле что касается проверки мотоцикла на безопасность перед поездкой по сути неважно какого мотоцикла то есть брендового кого-то там бмв или honda yamaha или там китайского дешевого или от российского мотоцикла то есть любой мотоцикл перед поездкой необходимо проверить да по некоторым критериям безопасности сложно если проще да то есть можно привести например ну такой способ проверки он описан в одном из популярных каналов на ютюбе которые посвящены мото но собственно там этот канал и импортный да поэтому этот способ называется буквами английского алфавита и беседе fg но если опустить как бы прочие буквы вот что касается букву f то буква f это обозначает фаснерс то есть крепежное соединение дело в том что крепежное соединение особенно вот такие значимые до крепежное соединение как например болтовые крепления суппортов болтовые крепления вот заднего маятника болтовые крепления оси осей надо сказать то есть эти соединения необходимо проверить перед поездкой насчет того насколько они там хорошо завернуты да не болтаются ли они хотя бы так также наносят например риски да там же в этом же видео показано что можно нанести риски для контроля болтовых соединений то есть одно из них нанести непосредственно на галту на головку болта или гайки и второе нанести на кронштейн или тот крепежный элемент который собственно находится под этой головкой или под этим или под этой гайки и посмотреть через какое-то время если смещение между этими отметками сейчас мы время тратить не будем на этот более подробно и наверное нужно какой-то обзор по поводу того как посмотреть на безопасность до быстро там обзор за 4 минуты называется мотоцикла перед поездкой насчет того что безопасно ли на нем ехать на сейчас собственно мы продолжим движение а Продолжение следует... 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 пересеченной местности в режиме, ну, скажем так, почти в полный газ, мне лично не понравилось, что пробивает подвеску. Так, в целом, мотоцикл совсем справляется, едет без проблем, то есть проходимость у него довольно-таки обаневренность, хорошая, эргономика нормальная, ручка газа немножко длинновата, но к этому можно привыкнуть. Мотоцикл такой небольшой, скажем так, он больше подойдет для езды, ну, для спокойной езды. На данном квадрике АТВ-механик можно, в принципе, с легкостью ехать, как говорится, на все деньги, дубасить, то есть здесь хватает двигателя, коробки, энергоемкости, подвески хватает. В отличие от китайского квадроцикла, который идет с задней осью неразрезной, когда ты едешь по колье, его, даже если передок кидает, зад проходит более-менее адекватно, и ты можешь, в принципе, контролировать квадроцикл. На китайском квадроцикле у тебя перед кидает, жопа доигрывает, и тебя, соответственно, он начинает козлить. Ну, кто ездит на этой технике, в принципе, понимает, что это такое. Здесь подвеска сделана независимая от задних колес и передних, соответственно, тоже. В принципе, он данного косяка, скажем так, решен. По разгону, торможению, энергоемкости подвески, в целом, очень интересный аппарат. Мне прям понравился. Если вы рассматриваете замену к китайскому квадроциклу, я думаю, что стоит на это обратить внимание. Scout 3 я катался до этого, сегодня, к сожалению, не получилось, с ним покататься. В целом, он уже такой полноценный мотоцикл, то есть с нормальной рамой, с нормальной подвеской, под свои задачи. Тоже проехал вполне себе достойно, почувствовал себя везде, скажем так, более-менее уверенно, как на пересеченке, так и по асфальту. Поэтому техника Иштихмаш достойна вашего внимания. Пока! Всем привет! Я сегодня тоже участвовал в покатушках. Я проехал на АТВ Механик и на нашем мотоцикле Scout Safari. Три, двухподвесочном. Первое. Хочу высказать некий восторг по поводу АТВ Механика. Я еще не ездил по таким серьезным покатушкам, поэтому сегодня это мой такой первый выезд на АТВ Механик. И прямо он мне очень понравился тем, что, как мой коллега уже говорил, здесь нету цельной задней оси, и колеса прямо кочки перебирают. Поэтому никакой дискомфорт на твое тело не передается. Я бы, наверное, сравнил даже с баги. Либо такое сравнение, как луноход. То есть подвеска отрабатывает на все 100. Сам же кузов едет очень ровно. Поэтому ты едешь и наслаждаешься. Неважно, с какой скоростью, все отрабатывает, все неровности. По поводу скаута Safari. Он двухподвесочный. Тоже хорошо отрабатывает кочки. Но все-таки нужно выбирать оптимальную скорость, для того, чтобы все-таки не наскочить на большую яму, либо какой-то камень. Поэтому все-таки для бездорожья больше, ну, для такого, условно сказать, бездорожья, пересеченной местности, больше подходит все-таки АТВ Механик. Скаут Safari я бы рассматривал как средство передвижения, ну, допустим, из точки А в точку Б. Вот вкратце все. По скауту 3, вы, в принципе, все уже знакомы с ним. Также он более взрослый, так скажем, мотоцикл. И, в принципе, подойдет для такой пересеченной местности, по которой мы сейчас ехали, больше, наверное, чем скаут Safari 3. Вот и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok